Привет, ребята! Это Мэтт Кор и курс ControlPaint.com. И сегодня мы поговорим о еще одной цветовой схеме. Эта схема называется триадической. И в качестве примеров мы посмотрим на работу Тристана Элвила, который создает работы в молодежной тематике и занимается созданием листовок и брошюр и так далее. И один из самых простых примеров триадической цветовой схемы – это комбинация красный, желтый, голубой. Также это основные цвета. И вот он, пример триадической схемы на рисунке. Можно увидеть основной цвет ориентир – это цвет неба. А красный и желтый – это основные компоненты триады. Но Тристан не стал равномерно использовать все три цвета на холсте. Он немного изменил схему. У него желтый и красный немного ближе к друг другу. Почему же это все равно триада? Чтобы понять это, нужно провести воображаемую линию прямо от центра ориентира на другую сторону круга. И нужно оценить углы между линией и двумя остальными цветами. Если углы равны, то это триада. И на этой диаграмме угол Х и угол У равны. То есть на рисунке используется триада. Смотрите. Автор мог бы использовать триаду с равными углами, и тогда цвета были бы такими, а каждый угол был бы равен 120 градусов. Но иногда такие нюансы художниками просто не учитываются. Поэтому автор сблизил желтые и красные тона, чтобы изображение стало более богатым. Также он уместил насыщенность этих тонов. Следующий пример выглядит практически как схема родственных цветов. И все потому, что два элемента триада очень ненасыщены. То есть выглядит изображение очень утонченное и неброско. Но если присмотреться, то угол каждого тона триады равен точно 120 градусам. Картинка выглядит зеленой, потому что цвет-ориентир желто-зеленый. И это явно самый насыщенный цвет. Но углы остальных цветов равны 120 градусам. Итак, триады могут быть очень яркими и очевидными, либо же неброскими. Но так или иначе, это отличная техника для подбора палитры цветов. Когда вы выбираете три цвета на цветовом круге на одинаковом расстоянии друг от друга, образуется естественная гармония. Когда вы в следующий раз будете искать в интернете источники вдохновения, обратите внимание на то, использует ли автор триадическую цветовую схему или нет. Или же создайте свою собственную. Пробуйте. Спасибо за ваше внимание.